Приветствуем вас, дорогие друзья! Мы в очередном выпуске о спорных историях из Библии. Мы вместе поговорим, рассуждаем. Вы уже привыкли, наверное, к такому формату, который всегда у нас есть. И сегодня мы вместе с пасторами. Пастор Гор, который служит армянскому народу. Здесь, в Москве, очень большой плод, конечно, здесь. И пастор Александр Неретин, наш пастор команды «Слово жизни» в Москве. Я думаю, вот в этой хорошей, компетентной компании мы сможем очень интересно поговорить о спорных историях, порассуждать о них. Конечно, мы не можем и не претендуем на абсолютное мнение, потому что так много споров богословских, теологических. Но, тем не менее, мы можем порассуждать и есть пища к размышлениям. Ну и тогда я, наверное, сразу перейду к вопросу, который у нас есть сегодня. И прежде мы поговорим о том, в чем был смысл приношения животных в жертву. Нам задают эти вопросы. И еще уточнение небольшое. Если они не очищали совесть, зачем нужно было приносить жертву? Я прочитаю послание к евреям, 9 главу, с 8 по 10 стихи. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь в Освятилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в который приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с явствами, питьями и различными омовениями, обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. И так вот утверждение, что все эти жертвы не могущие сделать в совести совершенным приносящего. Тогда зачем все это нам нужно? Зачем это было нужно в Ветхом Завете, если совесть никак не очищалась? Пастор Горгий. Я, да. Ну, знаешь, во-первых, можно прочитать еще чуть-чуть. Я вот для себя вот 13 стих, он уже многое говорит об этом, 13-14. Говорит, ибо если кровь тельцов и козлов, и пепель тельц через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, вот он уже объясняет, да, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес в себя непорочного Бога, очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. То есть 13 стих уже дает какое-то определение, дабы чисто было тело. То есть это не так, что вот, ну, не знаю, вот ты там заколол какого-то огоньца, и ты под небесный душ попал, да, ты чистый. Нет, просто смысл в том, ну, по-моему, да, вот представлению, что Бог не мог смотреть на человека грешного, если не через кровь огоньца какого-то, жертвы какой-то, который не то что его очищал, просто закрывал этот грех. Потому что грех, Библия говорит в Откровении, что каждый будет стоять и будет осудим за свои дела. То есть грех очищать от человека, вот следующий стих об этом говорит, может только Иисус Христос. То есть, соответственно, с 13 стихом жертва не имела отношения к душе, имела к телу непосредственно. Ну, да, оно просто, потому что, знаешь, вот, если бы оно как-то вот, вот, предположим, человек сгрешил, это можно даже считать чуть-чуть как-то их по-другому, они думали, вот, я сейчас сгрешил, ничего, вот, я пойду, жертву сделаю, и Бог меня простит. Это давало повод ему как-то еще грешить. Хотя Бог, когда завет давал, Он предупреждал, что все это за неосознанный грех. А за осознанный грех убиваете конкретно. Но все равно это давало повод евреям, то есть, он был какой-то страховку, да, типа вот, вот сейчас у нас в армянской культуре есть такое, вот, у человека что-то есть, пойдет свечку поставит и подумает, что Бог его простит. И завтра может тоже идти, да, вот. То есть, как-то надеяться на какое-то действие, которое приведет к тебе к очищению перед Богом, это невозможно, будет только Иисус Христос. Да, и вот, поэтому они просто вот, как-то вот, оно покрывало тело, чтобы Бог не видел это, ну, это греховное тело его через какую-то кровь, да. Ну, а на самом-то деле, все равно внутри вот эта греховная натура оставалась. Поэтому 14 стих говорит, «Токоль пачек кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочному, но Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Ну, это уже после Новый Завет. Да, амин, амин, да. То есть, нету Христа, а до Христа это, то есть, как-то вот Бог говорит, «Давайте я буду вас терпеть через какие-то крови каких-то животных, да, пока Иисус придет». Ну, моими словами, так, да. Дело в том, что немало людей беспокоятся именно о животных. Почему именно они невинные? И ведь на самом деле, кроме агнцев, овец, там, козлов, баранов, приносились в жертву и голуби, и птицы, да, то есть, разные. Почему они? Ну, я вот к вопросу, если вернусь, там написано, зачем нужно было приносить, такой вопрос был, зачем нужно было приносить животных, если они не делали совершенную совесть. У меня встречный вопрос. Зачем пить обезболивающее, если оно не исцеляет недуг, а только убирает боль? Но, тем не менее, это временное решение до определенного момента. Конечно, нужно разобраться с проблемой. В принципе, жертвоприношения животных служили той же самой цели. Они временно решали вопрос греха, но не на постоянной основе. И также служили прообразом грядущей жертвы. Вы помните, что сказал Иоанн Креститель, когда увидел Христа, он сказал, «Сеазис Божий, берущий на себя грех мира». Поэтому жертвы животных, это как бы своего рода были временной таблеткой обезболивания для человечества. Временным решением проблемы греха, которая отделяла человека от Бога. И человек из-за греха не мог ни благословения унаследовать, ни быть в общении с Богом. И до времени, написано, когда пришла полнота времени, Бог послал своего сына. То есть, когда пришло назначенное Богом время, тогда пришел Христос. И Писание говорит, что он стал финальной, или как по-английски ultimate sacrifice. То есть, это финальной, конечной и совершенной жертвой, после которой больше не требуется жертвоприношение. Написано, что он однажды и навсегда приобрел искупление. И навсегда сделал совершенными освящаемых. И в совести, и в нашем сердце его кровь приобрела уже вечное искупление. Потому что, конечно же, ценность крови Христа невозможно сравнить с ценностью крови животных. Ну, а почему жертвоприношение? Ну, потому что у всякого греха есть последствия. И наказание за грех, Библия говорит, смерть. И поэтому, в этом смысле Библия говорит, что без пролития крови не бывает прощения. И поэтому, это ясное напоминание нам о цене греха. Что грех это не шутки, это не что-то невинное, незначительное. Но это приводит к страданию. И мы страдаем за свой грех, но цена за наш грех была слишком велика, чтобы мы могли заплатить. Поэтому... Ну, и тем более, в Библии написано, что душа человека в крови. Да. И вот с пролитием, наверное, от душа переводится жизнь. Да. Наверное, вот как раз-таки вот эта жизнь, она и передается вместо нас. Я вот тоже еще размышлял над жертвами Ветхого Завета и как вот сейчас у нас в Новом Завете. То где-то, наверное, в Ветхом Завете, благодаря жертвам, люди более, наверное, ценили или более понимали вообще всю серьезность греха, который совершали. Потому что ведь это же не просто цена была, которую они должны были заплатить за выращенное животное. Ведь это же тоже эмоциональное, наверное, какое-то потрясение. Когда тысячи животных приносились, десятки, сотни тысяч животных, это я согласен. Это говорит, мы понимаем, что мой грех приводит к страданию кого-то. И это должно меня останавливать. Я понимаю, что мой грех стоил очень дорого Христу. Мое прощение очень дорого стоило ему. Это должно останавливать меня. Ну да, и в этом плане, наверное, нам сложнее сегодня в Новом Завете, что согрешаем и не всегда видим, замечаем последствия. Ты что-то сделал, иногда ты покаялся, иногда ты пропустил мимо. И вот именно, наверное, причастие служит сегодня, наверное, этим напоминанием. Причастие, но тоже, я думаю, что, хотя я не верю в какую-то, не то чтобы не верю, а ни в коем случае не предлагаю нам сегодня верить в какую-то силу символизма, например, Креста. Но с другой стороны, иметь, например, напоминание, иметь распятие, которое напоминает не о том, что Христос пострадал за мой грех, а также участие в живом, как приобщение к телу Христа и крови Христа через причастие, все это помогает нам помнить о той цене, которая заплачена. А что касается животных, ну я думаю, что я понимаю, что сегодня, когда все озабочены защитой окружающей среды, даже более чем озабочены. Более чем озабочены, я думаю, что самое интересное, вернее, не интересное, а печальное, что так много людей озабочены сохранением животных, и так мало людей озабочены, например, спасением жизни невинных детей нерожденных. Это говорит об извращении морали, о полной, как сказать, когда люди сбиваются с курса, когда полностью разбалансировка происходит ценности. Да, если кошку увидит кто-то во дворе, да, маленького котенка, 20 человек пройдутся, 10 возьмут его домой, бомжа никто не возьмет, никто не кормит, понимаешь, то есть абсурд, настолько вот это, ну против Бога идет. В 9 главе Бог мною конкретно сказал, в 4 цихе говорит, все животные дают тебе пищу, только кровь оставь, кровь, жизнь в крови, да, только кровь оставь, не кушай, все кушай. А здесь это какой-то план дьявола, вот идти против вот всего этого, вот животное нельзя трогать, сейчас вот те животные не кушают, одни даже яйца не кушают, это как-то вот, я думаю, вот конечные итоги, это идти против благословения Бога. Бог благословил, но я сказал, все даю тебе, благословляю, кладись, размножай, все кушай. Они идут против этого. И что касается животных, вот вы тронули вопрос насчет того, что иногда вот, ну чтобы понять, да, вот много животных в Старом Завете, вот люди смотрели, как колят. Есть даже там, если вот смотреть Пасху, вот когда нужно было взять Агнца, да, Бог говорит, 4 дня оставляйте у себя дома, чтобы ты привык к нему, чтобы дети играли с ним. И потом сказать, давайте, сейчас мы должны заколить его, что-то дети плакали, сказали, нет, папа, давай останемся, мы уже привыкли. Это нарочно делается, чтобы их хоть столько вот, чтобы они понимали жертву отца, когда он сына отправлял. Хотя бы 4 дня вот оставьте вот этого животного, понять, да, привыкнуть, посмотреть на него, играть с ним, а потом давайте, давайте заколим. Ну, в целом, конечно, это большая вообще тема, и мы и на библейских курсах говорим целую тему «Завет в крови Иисуса Христа», «Ветхий Новый Завет» и «Праведность». Это целые курсы, поэтому добро пожаловать, кто еще не был на библейских курсах, там более подробно мы будем разбирать вообще эту тему. Тогда следующий вопрос, очень простой, но очень справедливый, зачем Иисусу крещение, водное крещение, которое он принял от Иоанна, и когда мы читаем историю вообще крещения Иоанна, то это было крещение покаяния, зачем нужно было покаяние Христу, который был безгрешен, зачем именно такой вид крещения нужен был. Я прочитаю тогда Евангелие от Матфея, 3 глава, с 13 по 15 стихи. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду, тогда Иоанн допускает его». На самом деле, очень интересное событие, которое произошло, потому что, во-первых, не совсем понятный диалог происходит между Иоанном и Иисусом. И одно, наверное, из немногих мест, где мы видим проявление Троицы. Потому что сразу же, как только произошло крещение, слышим голос Отца, который говорит, «Се есть сын мой возлюбленный, и Дух Святой в виде голубя опускается». То есть, произошло нечто невероятное. Что же произошло и зачем нужно было крещение Иисусу? И почему такое внимание Троицы? Знаешь, вот я, когда меня зовут на какие-то дискуссии, я сперва всем предупреждаю, что то, что я говорю, в конце кого-то бьют камнями. Так что, простите меня, пожалуйста, но свою версию я скажу. Вот смотрите, вопрос в чем? Иисус подошел к Иоанну. Иоанн говорит странную вещь. Говорит, «Мне нужно от тебя креститься». То есть, если наоборот читать, Иоанн говорит, они во что крестились? Признавали свои грехи и крестились в воде, да? То есть, оставляли старое. Иоанн говорит, «Мне нужно от тебя креститься». Это означает, другими словами, «Ты меня крести сейчас». То есть, другими словами, «Я грешник». Но если Иоанн говорит, «Я грешник», это лицемерие. Когда он грешник, он в грехах, другим говорит, «Кайтесь». То есть, Иоанн не был грешник. То есть, он жил свято и призвал всех к покаянию. То есть, вопрос остается, почему он говорит, «Мне нужно от тебя креститься». Он крестится уже, по моему мнению, да? Это вторая часть крещения, когда нужно войти в воду, оставить старого человека, ветхого, и выйти новым. Иоанн говорит, слушай, может быть, если что оставить, мне нужно оставить. Давай ты будешь меня крестить. А Иисус говорит, «Так надлежало нам исполнить всякую правду». А какой правде? Видимо, они вдвоем что-то знали. Да, вот смотри, а какой правде? Интересно, да? Иоанн говорит, слушай, так надлежало нам сделать правде. А знаешь, в чем была правда? Вот моя версия. Прошу меня не... Ну, ко мне оставьте, да, на потом. Вот моя версия, да. Там любой, кто приходил, ему что-то нужно было оставить там. Иисусу тоже нужно что-то было оставить. Иисус пришел, говорит, я должен там что-то оставить. Вот моя версия, он вошел в воду, как 30-летний плотник, вышел как спаситель мира. То есть он должен был оставить 30-летнего плотника и войти в свое призвание. Поэтому, как он вышел из воды, он вошел в свое призвание. Как вышел, дух сошел и голос с неба. То есть, поэтому, вот смотри, если бы не крестился он, грубо говоря, да, Иоанн приготовил путь для него, и в этой пути часть была крещения. Иисус лично пришел для того, чтобы пройти это. То есть он всякую правду говорит. Этим дает понять, что мне есть что оставить, я не грешен. В этом никто не сомневается, у него не было грехов. Но он должен был оставить ветхого человека. Тот, который был, изучал Библию, но был плотником. Дожидаясь своего времени. То есть Иисус был плотником, дожидаясь, тихо, спокойно себя работал. Как простой мисковый человек, может быть, какие-то вещи говорили людям добрые. Но он должен был оставить этого плотника. И сразу, как он вышел оттуда, Дух Святой, и сразу на искушение. То есть, вот я так думаю, да? Да, Александр? Ну, интересная точка зрения. Мы рассуждаем. Я думаю, что, в принципе, крещение Иоанна, это было волей Божьей для человека, для Израиля. Иисус пришел как Сын Божий, но Он также пришел как Сын Человеческий. Он был человеком, Он был израильтянином. И как Сын Своего народа, которому был послан Иоанн, Он должен был смирить себя и пройти через волю Божью для всех. Аминь. Здесь для меня вопрос второстепенный. Был ли у него какой-то конкретный грех, к которому ему нужно было раскаиваться? Я, конечно же, уверен, что не было. Это однозначно. Библия об этом ясно говорит, что Он был искушен во всем, кроме греха. То есть, Ему не нужно было оставить какой-то грех. Он больше, это была демонстрация Его послушания воли Божьей для всего Израиля. Это было для всех без исключения. Он был израильтянин. Были фарисеи, которые, написано, препятствовали этому, или как сказать, они не приняли Иоанна, потому что были самоправедные, написанные, не приняли покаяние, не приняли крещение. Но Христос, кто на самом деле был абсолютно праведен, принял для себя волю Божию. Как бы сказал так? Господь, если мне надо креститься, я буду креститься. Если мне нужно, например, иногда в браке, порой, мы просим прощения, даже когда не виноваты. Очень часто. Да, очень часто. Я бы сказал, каждый раз. И детям тоже. И детям тоже. Даже если я не виноват, я могу сказать, то есть, Христос с самого начала, можно сказать, в каком-то смысле готовит свой путь, потому что Он взял вообще не свою вину на себя. Он выступил миротворцем. Он был тем, кто ни в чем не был виноват, но нашу вину взял на себя. Поэтому в данной ситуации для меня это высочайший акт его послушания и смирения Божьей воли. Даже если у него непосредственно никакого-то греха не было, он должен был все равно смириться, потому что Иоанн был пророком, посланным для народа Божьего. И приняв его служение, подчинив себя, даже будучи большим по отношению к Иоанну, он все равно был готов себя смирить и пройти тем путем, который Бог для него предназначил. И это, я думаю, и стало причиной, почему Дух Святой смог сойти на него. Потому что послушание всегда открывает дверь к помазанию и к силе Божьей. Ну тоже интересно, еще в свое время, в начале уверования попадались книги Деррика Принца, который много тоже, как учитель, писал об этом и рассуждал. И вот одна из версий тоже, которая, ну кстати, и в разных тоже источниках я встречал эту версию, о том, что здесь говорится, что так надлежит нам исполнить всякую праведность. То есть, то, что произошло в этом водном крещении, он именно привел праведность вот в это совершенство. Это вот как, например, документ. Есть документ, он подписан, есть содержание, все есть, но есть печать. И об этом, кстати, встречается нам эта фраза, печать праведности. И вот именно то, что сделал Иисус через свое крещение от Иоанна, он исполнил вот эту праведность, то есть запечатлел эту праведность и привел ее как бы в совершенное состояние. Одна из версий. Тогда мы посмотрим, наверное, как продолжение уже этого вопроса, вопроса рождения свыше. Что это? И когда именно это происходит, и это, конечно, мы встречаем из разговора с Никодимом. Я прочитаю Евангелие от Иоанна, 3 главу, с 1 по 3 стихи. Между фарисеями был некто имени Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Вот такой интересный диалог происходит с Никодимом, и что интересно, Никодим на это реагирует. А как можно родиться еще раз? Потому что вот в греческом вот это слово «родиться свыше», слово «свыше» означает как «свыше» и как «снова», еще раз. И он тогда переспрашивает, а как можно снова еще раз родиться, как войти в утробу. И для него это полный коллапс вообще. А что это такое? И тогда, что это такое рождение свыше? В какой момент это все происходит? Иисус там же задает вопрос Никодиму. Он говорит, «Ты учитель Израилев и не знаешь?» То есть, это значит, свидетельство об этом было в Ветхом Завете. Возможно, оно не было очевидным, возможно, законоучители того времени не заметили этого. Но Библия говорит в пророках о том, что я возьму у вас сердце каменное, я дам вам сердце плотяное, я дам вам мягкое сердце, я заберу у вас сердце, ожесточенное грехом. Сердце – сосредоточие нашей личности, природы нашей. То есть, как бы Господь говорит заранее о том, что... Но Он говорит, что вы не соблюли Ветхий Завет, я заключу Новый Завет с вами, я вложу Дух Мой в вас. И все это говорит о том, что однажды, Господь предупреждает Свой народ, я так понимаю, что Он предупреждает Свой народ, что однажды произойдут некоторые события, которые будут глубоким внутренним преображением. Потому что Ветхий Завет все же касался внешнего. И Христос об этом предупреждает также в Нагорной проповеди, где Он говорит о том, что... Вы помните, что сказано древним? Не убей. Я говорю вам, кто ненавидит брата своего напрасно, уже человеку убийца. Христос переходит на более глубокий уровень. Если в Ветхом Завете сказано, не при любодействии, Он говорит, посмотришь. То есть о состоянии внутренности человека, Он говорит. Он не удовлетворяется, Новый Завет, тем, что человек не совершает фактического поступка. Ему интересно, что происходит у нас внутри. И вот именно этим Христос озабочен. Здесь, говоря о рождении свыше, Он говорит ему о глубокой внутренней трансформации, преображении внутри человека. То есть, по сути, по силе воздействия, равной новому рождению. То есть человек становится другим. И это происходит от Духа Святого. Мы верим, что это происходит в момент, когда мы принимаем Христа. Когда Дух Святой внутри нас совершает то же или аналогичное действие, как когда Христос воскрес из мертвых. Также мы, будучи мертвыми во грехах, через веру во Христа воскресаем. Это другая формулировка, другая немножко терминология, но суть та же самая. Мы становимся новым человеком, возрождаемся к новой жизни. Он говорит также, в послании Римлянам, Павел говорит, чтобы ходить в обновленной жизни. То есть, в новой жизни. Это, в принципе, синонимы терминологии. Поэтому рождение свыше, Христос, говорит, является ключевым моментом для того, чтобы вообще войти в Царство Божие. Никодим, будучи законопослушным человеком, в принципе, он говорит, ты недалеко от Царства Божьего. А я верю, что рождение свыше – это момент, который дает возможность мне не просто быть недалеко, то есть, понимать какие-то некие принципы, но стать частью, то есть, частью семьи Божьей. Быть внутри, быть принятым, иметь природу Божью. И это происходит не через дела закона, которые Никодим знал, но через сверхъестественное рождение от Святого Духа по вере, в то, что совершил Христос. Аминь. Ну, я, может быть, чуть-чуть добавлю, в этой же главе, в 6-м стихе, он ему объясняет, да, говорит, рожденный из плоти есть плоти, рожденный из Духа есть Дух. То есть, он этим дает понять, что Никодим, что я не говорю о мирских этих вещах, которые ты видишь, я говорю о духовном. И это очень важная часть понимания христианства, мы это иногда не осознаем. То есть, рождение Свящей происходит через покаяние, но, очень важная деталь, твой Дух рождается снова, не тело, не душа, а тело и душа остаются в этом греховном мире, в своей греховной натуре. Вот мы должны понять, когда человек рождается Свящей, его Дух рождается. Иисус поэтому подчеркнул ему, сказал, рожденный из Духа есть Дух, из плоти, не из плоти. То есть, я не говорю о плоти. Когда мы каемся, у нас Дух рождается снова, не перерождается, да, как называется, вот у нас новое рождение, но наше тело и наша душа еще, они пропитаны греховной натурой. Нам нужно это менять. Там мы переродились, а здесь переменились. Как сказать, правильно я по-русски не знаю. То есть, христиане это иногда не осознают. Они думают, он рожден Свящей, все, он свободен, чист и делает, что хочет. Не осознавая, что ему нужно еще взять свой крест и идти за Христом. И каждый день кое-что оставить на кресте от своего греховного натуры, да, грубо говоря. Вот это очень важно. Вот рождение Свящей, это духовная часть только. Это только духовная. Поэтому ты расцветаешь, но ты сам не понимаешь, почему всех любишь. Но все равно еще можешь говорить ложь. Но всех уже любишь, что-то поменялось. Потому что Дух родился снова. Но душа и тела еще нуждаются в переизменении. А как вот, на ваш взгляд, это одномоментный акт или это процесс? То есть, мы в Библии конкретики такой не видим, не встречаем такого упоминания. Но вот в целом практика вообще как показывает? Рождение Свящей? Рождение Свящей. Это происходит через покаяние. То есть, когда человек покаялся, принял Христа, я как думаю, да, я думаю, это уже процесс однократный. То есть, ты рожденный Свящей, но если ты не идешь, да, не идешь со Христом ко Христу, да, то есть, христиане заблуждаются этим, говорят, я принял Христа, я как бы не жил, я пойду на небо. Но Иисус говорит, вы скажете, твоим именем бесов изгонялись, скажу, вас не знаю, о, делающие беззаконие. То есть, человек может быть рожден и священ, но так и не попасть на небо из-за своих поступков. Да, ну просто тоже в Ветхом Завете, если мы посмотрим, то там тоже люди каялись, когда Иоанна Пророк пришел и проповедовал Ниниме, они потом раскаялись. Но произошло ли рождение свыше в тот момент? Не произошло. Вот чем отличается тогда это покаяние Ветхозаветнее от Новозаветного? Душа-дух. Душа-дух. Очень важно различить. Рожденный свыше человек, он рожден в духе. Иисус в 6-м стихе специально говорит, рождение из духа есть дух. То есть, во Христе рожденный, а не рожденный в духе. А так в душе он признал свою неправедность, ощутили внутри неправедность, сердце жмется там и говорит, ой, простите, мы должны покаяться. Это то же самое происходило со всеми, кто приходил к Иоанну Крестителю. Они эту часть обеспечивали, но если бы дух заново не родился, ничего бы не поменялось в жизни. Так и жили бы, пришли к Иоанну, вошли в воду, вышли и остались такими же. То есть, вот эти, как в Нинвее, и те, которые Иоанна, ну, прошли что-то, ну, ясно, это евреи понимают, Бог кается, другой смысл чуть-чуть. Но в каком-то эквиваленте они то же самое проходили, да? В духе что-то, в душе проходили. А Иисус пришел и сказал, Никодим, духе, если не пройдешь это все, ничего не наследует. Я так думаю, не знаю. Я согласен, и я думаю, что здесь не только покаяние ключ, но и вера во Христа. Потому что ты совершенно верно заметил, что покаяние в Ветхом Завете также существовало, но не было жертвы Христа. Не было, потому что, на самом деле, пусть нас не вводит в заблуждение вот эта терминология, потому что она на самом деле говорит об одном и том же. Библия, например, говорит, что мы возрождены к новой жизни. Мы воскресли со Христом. В принципе, это говорит об одном и том же событии. О моменте, когда новая жизнь появляется, возрождается во мне. И это происходит как в результате покаяния. Покаяние открывает дверь для веры. Но это не только покаяние. Иисус сказал, покайтесь и веруйте в Евангелие. Поэтому, когда мы говорим о рождении свыше, мы говорим не только о том, что я сожалею о своих грехах или признаю их как грехи, потому что, когда мы пришли ко Христу, мы не исповедовали все, что мы натворили за 30, или 15, или 20, или 60, или 90 лет. И никогда не сможем. Мы даже не помним всего. Мы исповедовали один грех. Мы не верили в Иисуса. Прости меня, Господь. Я не знал Тебя, я не следовал Звана, я не верил. Жили без Него. Да, жили без Него. А сейчас я понимаю, что я жил неправильно, и теперь я верю в Тебя. Аминь. Мы слышим Слово Божие, оно рождает внутри меня веру. И тогда мой ответ – это обращение к Богу с покаянием и с сожалением о прошлой жизни. Но прежде всего, также я берусь за Христа, за Его жертву, за то, что Он совершил. И вера открывает возможность для Бога совершить это сверхъестественное действие. Это не результат моих каких-то правильных поступков. Это результат сверхъестественного действия Божьего Духа, аналогичного тому, как Христос воскрес из мертвых. Я также воскресаю из мертвых. Мы, будучи, Ефесянам 2 глава, мертвых во грехах ваших воскресил с ним. Ну, еще и посадил по правой руке на небесах во Христе Иисусе. Так что у нас вообще светлое будущее. Слава Богу. Не коммунизм, но светлое будущее. Христос. Поэтому, если бы не было нужда во Христе, когда Павел увидел учеников, сказал, во что вы крестились, они сказали, в Иоанново крещение. Он сказал, да вы что, это еще вопрос не решен. Давайте, Пистос, Иисус, и Дух спит. Аминь. А, так и есть. Слава Богу. Не, на самом деле, рождение свыше – это вообще уникальное событие, которое происходит в жизни человека. Оно необъяснимо. Да. И что интересно, так много разных свидетельств, как это происходит с людьми. Вообще, жизнь с Богом – это нечто уникальное. Друзья, мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Это те три вопроса, которые мы смогли посмотреть. Но я думаю, что мы в следующих выпусках будем продолжать. Еще много интересных вопросов, которые мы не разобрали. Мы посмотрим, обязательно поговорим об этом. И нас ждут еще много увлекательных сюжетов. Поэтому добро пожаловать. Не пропускайте наши выпуски, эфиры. Смотрите нас и подписывайтесь. Ставьте лайки. И всем хорошей недели, хорошего времени. Пусть Бог благословит вас. До свидания. До свидания.